Многим кажется, если мы милитаризуем общество на большой процент, а я думаю на 100% нужно его милитаризовать, в пользу того, чтобы памперсы были в камуфляже, это приведет к бедности. Возможно, если мы тупые, а вот у финнов это почему-то привело к богатству. У кайфариков-французов и работящих немцев, живущих в Швейцарии, милитаризация тоже привела к такой бедности, что они ренту своим гражданам по 2500 долларов каждый месяц выдавать готовы были. Есть еще одно милитаризованное бедное государство, очень милитаризованное, очень бедное Сингапур, бедный Израиль, нищий Израиль. Нужно милитаризовать общество настолько, чтобы мы были очень-очень опасными как враги при определенном раскладе, если геноцидальная Турция будет распадаться, чтобы мы смогли воспользоваться этим. Если ты будешь сильным, богатым или нищим милитаризованным, что одно и то же, условно нищие, это я для наших псевдопацифистов, виктимных наших аморфных существ, которые все время говорят, вай-вай милитаризация, о чем ты говоришь? А как же наши либеральные ценности? Что бы мы не выбрали, должны быть сильными, должны быть богатыми. Быть армянином должно быть выгодно и должно порождать чувство гордости. Это должно быть выгодно для любого армянина в диаспоре, для любого гражданина любой национальности, проживающего в Армении. Это должно быть выгодно все, что связано с Арменией. А чтобы это было выгодно, еще раз говорю, нужно идти по пути обнищания, которые прошли Финляндия, Швеция, Швейцария. Между прочим, Швеция тоже милитаризованный нейтралитет держит. Сингапур, Израиль. Если ты будешь сильным, богатым государством, при определенном раскладе ты можешь и в Баку зайти, и в Ташкент, и в Пекин, а может быть и там, не знаю, в Лотаву. Но Армения это страна непуганных идиотов, а сейчас страна напуганных идиотов. Потому что у нас 350 градусов кругом или турецкие государства, или турецкое население сопредельных стран, Грузия и Иран, 10% окружающей нашей территории только благоприятная граница. Это Чавахк, где зона совместного проживания армян и Грузии. Только 10%, и мы имеем такие животы. Мы не имеем достаточный багаж военных знаний и навыков. Я не знаю, что еще сделать. Вроде бы умный народ, но сколько раз мои дорогие, мои, не знаю, отцы, сыновья, братья, сколько вас, я должен вас оскорблять, называя тупыми, чтобы вспомнили свои мозговые возможности и перестали быть тупыми. Сколько раз нужно вспоминать о разных наших слабеньках, чтобы вспомнить, что мы можем быть сильными. Сколько раз вас обижать. Когда вас хвалят, вы портитесь еще больше и больше. Мы все умны задним числом. И я в том числе. Но сейчас давайте хотя бы на собственных ошибках построим бедную Армению, милитаризованную, бедную до степени Финляндии. Вдруг появился шанс. Русский сапог снова пошел на территорию Армении на правах хозяина. Здесь они были на правах союзника. Это шанс снова быть под русским колпаком безопасности. И это дает возможность превратиться в народ баклажан. Ничего не делать. Питаться селитрой фосфатной. Вода, теплое солнце. Мы мечтаем быть такими. Ничего не делать. Встречать гостей. Говорить красивые тосты. И чтобы гость за это платил. За то, что мы сытые. За то, что мы одетые в тепле. В Араратской долине или в ближайших предгорьях. Мы платить не хотим. Мы не хотим. Ну, просто не хотим за то, что имеем. Не хотим платить деньгами. Не хотим платить кровью. Вот это до подлости объявление, пусть арцахцы защищают арцах, привело к тому, что я уже несколько раз слышал, а почему сюникцы не едут? Сюник. А во время войны эта подлость приводила к смертям. Не к одной смерти. Ко многим. Эгоизм, который до подлости может человека довести, он присутствует у нас. У нас есть опыт, когда не те органы возглавляли тело, и вроде было все хорошо. Голова должна быть на плечах. Но должно быть все законно. Как бы плохо в Армении не было, как бы внутренний разлад, куда бы нас ни приводил, он когда-нибудь закончится. Потому что придет какой-то период, когда мы начнем осознавать, что тот урод, который облил меня водой, или тот недоносок, который сплюнул, скажем, с третьего этажа и попал в женщину впереди идущую. Он мой брат, родной. Вот это осознание, когда придет, и мы перестанем грызть друг другу глотки, многое встанет на свои места. У нас что было? Какой-то непонятный человек, который отвергает все армянское возглавие в наших государствах. Два руководителя, которые после непонятного человека были у нас, они не были на своих местах, потому что один был сильным лидером, правление которого совпало с общим псевдоэкономическим ростом, вот этим кредитным ростом, который привел к развалу экономики мировой, просто совпало. А другой, значит, любил порядок и все приводил в порядок. Поэтому у него не разваливалось государство. Но потом пришел человек, который тоже не был лидером государства. Он был хорошим лидером какой-то команды, поэтому он не объединял нас. Вы думаете, он был над таким неумным человеком, что он не понимал, что он премьер-министр как белых, так и черных? Но нет и нет, он все время их делил, делил, потому что он не мог быть лидером черных тоже. А если ты лидер государства, ты лидер и белых, и черных, и голубых, и розовых, и в крапенькую, там, не знаю, в горошек всех. Ты за всех в ответе. Если ты за всех, если ты за них не отвечаешь, не грош тебе цена, а тебе грош цена как руководителю государства. Иди займись восхвалением или, значит, продвижением вперед своего белого меньшинства или большинства. Он не стал руководителем всех армян, которые, как отец, обязан больше думать о них, чем о себе. Если, значит, живешь в комфортных условиях в государстве, где есть пострадавшие от землетрясения 22 года назад, это уже непорядочно. Непорядочно есть хорошо в ресторане каждый божий день, вне зависимости, вообще-то, ты теперешний лидер или 8 лет назад руководил, или 20 лет. Если в Кировакане ребенок от голода умирает, это я конкретные вещи говорю. Если от анорексии чуть не умер ребенок в советашении. Вот есть такие правители, которые и не жируют, и не, там, не знаю, в миллиардеров не превращаются, но у них власть выше, чем у любого миллиардера, даже после того, как они уходят на пенсию. Вот это мелкособственническое, мещанское, значит, там, не знаю, или кулаческое, что-то в мозгах у наших правителей в той или иной степени было у всех. Никто из них не стал отцом народа, а он должен быть отцом. Ладно, поговорим по-другому. Отец моего народа – это Господь Бог. Мой народ – это мать наша. И Господь Бог – Отец. Согласие матери. Кого-то из сыновей матери поставил руководить семьей, пока он занимается другими людьми, другими делами. И вот все наши правители, не сексуально все-таки сыновья, но насиловали мать. Все они насильники над своей матерью. Никто из них не заменил отца, как отец. Наша организация была создана ветеранами отряда «Группа специального назначения». Это, наверное, единственный отряд, который в 90-е годы не имел имени. В силу своей специфики, глубинная разведка, активная разведка. Ветераны этого отряда. Я был командиром этого отряда. Где-то в 2000 году мы попытались что-то такое создать, чтобы поделиться знаниями, которые были приобретены в советском спецназе. В дальнейшем были обкатаны в 90-е годы, в начальной фазе нашей войны с турками, прикаспийцами. Но тогда как-то очень холодно отнеслись. Люди, вся эта идея. И ко мне обратилось только три человека, чтобы с ихними детьми мы занимались. А вот уже в 2013 году было чуть побольше востребованности этой идеи. Получить военные знания, которые могут пригодиться и на гражданке, так сказать. Да и во время военного конфликта могут понадобиться. Мне было не так легко, конечно, все это создавать. Но помощь ветеранов отряда, которые эту идею восприняли так, с воодушевлением, значит, это позволило их помощь, чтобы организация состоялась. Состоялась, к сожалению, не так, как мы хотели. Мы сначала хотели поделиться знаниями, чтобы люди перед тем, как идти в армию, проходили курс молодого бойца, так сказать, у нас. Но вот за эти уже 8 лет около 30 человек только обращалось к нам, чтобы мы подтянули их молодых ребят, которые в армию собираются. Больше к нам приходили экстримщики, которые любят экстрим. Ну, это где-то до 2016 года. Мы вообще-то не очень умный народ, хотя нам кажется, что мы очень умны, гениальны. Никому не то, что не уступаем, а всех превосходим. Но мы не очень умный народ. Но тем не менее, когда жареный петух в одно место клюет, в 2016 году, в апреле, люди поняли, что они много чего не умеют и не знают. К нам стали обращаться поболее. Если в 2016 году мы собирали добровольческие отряды, и кое-как у нас наскреблась рота, то сейчас очень быстро был создан батальон на базе нашей организации осенью 2020 года. И при желании высокого командования этот батальон превратился бы в бригаду. Но, значит, Министерство обороны все время меня ограничивало. Сначала запретили, значит, чтобы мы брали здоровых ребят, которые служили в армии, и по военноучетной специальности, по ВУСу проходили, скажем, как первый мобилизационный резерв армии. То есть мы брали в основном тех, кто не служил в армии, тот, кто имел какие-то болезни, отклонения, кто учился, там до высоких научных степеней добрался, плюс иностранцев, иностранных граждан. А потом, когда уже жареный петух, второй раз вспоминаю эту птицу, значит, клюнул и в одно место и Министерство обороны, сказали, берите всех. Но уже вот этот ресурс добровольческий, он как-то уже начал спадать, и многие те ребята, которые должны были идти с нами при нашем первом отказе, значит, они ушли с другими добровольческими подразделениями или мобилизационными ротами и батальонами. И у нас, в нашей организации даже есть двое погибших, которые погибли воюя не с нами, то есть не вместе с нами. И есть без вести пропавшие, которые тоже были не с нами. Наш батальон потерял 10 человек погибшими. Эти 10 погибших ребята, один был инструктором в нашей организации, один ветеран погиб с 90-х годов с нашего отряда. Остальные были добровольцы, как бы помоложе ребят. По всякому случаю, мы выгодно отключались от мобилизационного ресурса, который выдвигал, значит, тот или иной военкомат на передовую. То есть непосредственно мобилизационный ресурс Министерства обороны без нашего участия, так скажем, условно, чуть-чуть уступал добровольческому батальону ВОМа. Свою организованность. В 90-х годах и сейчас это части одной войны, так сказать, между нами и прикаспийскими турками. И было зеркально повторенное событие, вот сейчас, просто в сжатом виде. То, что происходило, значит, в 92-м, 93-м, 94-м годах. Война началась с 89-го. С 89-го года, точнее, с 88-го более или менее играли в нейтралитет какой-то, чуть-чуть нас принижая, московское правительство и все такое. А вот с 92-го, после того, как три советские, уже не советские, а российские дивизии атаковали армянские позиции, я имею в виду 104-ю десантную дивизию Кировобадскую, значит, полк, который выдвинулся с этой дивизии, командовал им известный Шаманов в русскоязычном сегменте, генерал Шаманов, в дальнейшем командующий ВДВ и так далее. Значит, 23-я дивизия Кировобадская, мотострелковая, Будейкин, и 60-я дивизия мотострелковая, которая дислоцировалась в Ленькаране, то есть в Талышстане. Вот эти три дивизии атаковали нас. И вот, когда после того, как они атаковали нас, добились определенного успеха, заняли Шаумян, большую часть Мардакерского района, часть Аскеранского района, там, часть Гадрута, чуть-чуть от Мартуни откусили, и пытались перекрыть силами 60-й дивизии, артиллерию 60-й дивизии, мотострелковый, Лачинский коридор, значит, эльчибейский состав, пантюркистский, либерального уклона такой, западнический, привел к тому, что российские войска были, если не изгнаны из Азербайджана, то изгнаны с первой полосы боевых действий. По той причине, что эльчибей не хотел делиться с русским руководством, лаврами победы, а часть лавров хотел передать турецкому старшему брату. Но после того, как они остались с нами один на один, мы их начали бить, и бить неплохо. Взяли Карвачар и так далее, и тому подобное. Вот то же самое с нами сейчас произошло. Нам казалось, что вот эти договоры с российскими войсками, с российским руководством, совместное патрулирование границы, совместная оборона Сюника, совместное оборона, значит, совместное командование на определенных для Армении больших участках приграничья, значит, совместная оборона неба. Вот все это нам казалось, что мы все гарантированно победители. А когда мы остались один на один с турками, в результате нашего такого либерального, западническо-уклонного такого телодвижения высшего руководства страны, мы оказались в той же ситуации, что и Азербайджанская республика независимая, которая осталась один на один с армянами. С армянами, которые были мотивированы вернуть свое. А сейчас мы остались один на один без союзников, один на один с мотивированной, значит, армией прикаспийских турок, которые хотели вернуть свое. То же самое, вот абсолютно зеркально очень похожее. Там был бардак в Баку, мы этим воспользовались. Бардак в Ереване, я имею в виду политический, который, естественно, распространяется на все инфраструктуры государственного правления, силовые структуры и так далее. То же самое у нас. Кто бы мне не говорил, что у нас порядок по сравнению с Баку, то, что я вижу, да, он выгодно отличается от бакинского бардака, но все равно бардак. Вот это не безвластие, а раскол властных элит. Когда они тянут на себя одеяло, одеяло рвется, а тот, кто этим одеялом прикрывается, народ, он начинает мерзнуть. Даже если одеяло не рвется, оно приподнимается в момент борьбы и не прикрывает тело народа. Это было в 90-х, в начальной фазе войны. Мерзло тело азербайджанских турок, и сейчас мерзнет тело армян, потому что опять тянут на себя одеяло, толкают друг друга, чтобы к властной кастрюльке пробраться. Там были бои, значит, от Аракса аж до Мадагриса. В основном артиллерия лупила. Если ты смог хорошенько окопаться, продержаться под авиа- и артиллерийским ударом, то ты, как говорится, тогаяс. То ты так победитель. Потому что, когда надо, выйдешь и отстреляешься. Но в основном было не так. Почему я упомянул Мадагрис? Потому что вот там клали пачками. А в этом направлении клали пачками только в районе Красного базара. Потому что мы здесь жестко окопались. Жестко. Держали позицию. И, правда, повторили ту же ошибку, что и армянская армия в районе Джабраилов, и Зули, и так далее. Я имею в виду вторую линию обороны. Мы не создали. Я имею в виду наш батальон. И вкоропленный, значит, в расположение нашего батальона, Талышский батальон, который численно уступал нам примерно в 4 раза. Цорский батальон, который численно уступал нам где-то в 5 раз. Вот мы три подразделения там жестко держали оборону. Вторую линию не создавали, потому что это было сделать невозможно. Вот если посмотреть на карту Талаварта и Красного базара, мы как бы так от трассы Мартуни-Шуши, оттуда как бы такой аппендикс выступает. И нас атаковали и спереди, и сзади. Поэтому невозможно было создать вторую линию. Мы просто имели тревожные группы, которые при необходимости должны были перекрыть вот как бы прорывы противника. Что у нас получилось? Один раз был прорыв более или менее со стороны Гадрута. Мы там, значит, 4 броневика были подбиты. 3 броневика подбили, значит, бойцы моего батальона под моим командованием. Один батальон был подбит вот тревожной группой, которую возглавлял командующий всего этого направления Арат Мелкумян. Вот его водитель Олег подбил один, значит, броневик. Скайкат или что-то такое израильское. В общем, мы так спецназу чуть-чуть поддали, потому что эта техника была именно спецназа или корпусного спецназа, или спецназа азербайджанской армии, так называемые яшмы, мы не уточняли. Но остальные, вот те, кого мы перекалошматили, это были сирийцы, они отличались от турок при Каспии, чем? Вот эти спецназовцы, когда подбиваешь броневик, они выходят и ведут себя грамотно. Подбил тебя гранатомет на расстоянии где-то 150-200 метров. Ты выходишь и отстреливаешь, отстреливаясь, занимаешь оборону или отступаешь к выгодным, значит, рубежам. Вот, значит, один броневик был перевернут. Наверное, водитель не справился с управлением. Мы, значит, били ему в бок. Он пытался сманеврировать и перевернулся. И вот те турки, которые вышли из спецназа азербайджанской, они очень грамотно работали. Значит, когда пал их один товарищ, они переступили через него, ведя огневой бой. Это говорит о грамотности. Ну, конечно, им сладко не показалось. Им бежать было очень большое пространство и отстреливаться у них не было шансов. Там кое-как один экипаж выкрутился с легкими потерями. А вот сирийцы чем отличались? Они не смотрели на то, что оружие какое у них в руках, ценное, не ценное. Кто-нибудь пал, раненый или погибший. Ну, в их случае, скажем, не очень грубо выражаясь, убит был. Они тут же бросали оружие. Если были так в удручающем положении, брали этот труп или рядом, раненого и уходили. Поэтому огромное количество трофейное было оружие. И, тем не менее, 23 трупов в расположении моего батальона было оставлено. Даже вот в этом случае, когда они брали любого раненого. Наши шабашники как, скажем, ехали с Мартуни в БАМО, да, раньше, в 90-е годы. И они все с одного села, родственники, братья и так далее. Потом шабашники в Ташиш-групп ехали. Они тоже все с Ташира, Степана Ивана и так далее. Все знают друг друга, родственники, друзья, детство, друзья-соперники и все такое. Или из соседнего села. Думаю, сирийцы именно этим руководствовались, когда бросали оружие и брали, потому что это, скорее всего, был их родственник, друг, сосед или что-то в этом роде. Вот они диаметрально отличались. Вот сирийцев мы перекалошматили сильно. Это было связано с тем, что они безбашенные, можно сказать. Скорее всего, наркотики там были. Но вот все эти 23 трупа, которые мы изучили, ни у кого не было ни документов, ни наркотиков. У одного было что-то похожее на канаплю. Думаю, скорее всего, их мотивация заработать денег и получить премию, отправить домой, что-то такое, это было для них важнее. Скорее всего, они были мотивированы этим, а не наркотиками. Нужно трезво на все это смотреть, стараться быть объективными, потому что самообман, который мы очень часто используем при изучении своего же прошлого, приводит к тому, что мы в дальнейшем повторяем те же ошибки, становимся на те же грабли. В общем, выгодно отличаемся от умных народов. То есть ведем себя как тупые. А так легко жить, между прочим, когда ты говоришь, вот им османская армия не то, что помогала, она полностью была в этой войне интегрирована, они там пачками шли, они нас, значит, байрактарами. Байрактар вообще-то всего лишь летательный аппарат с нескольким количеством жакет, не более того. В 90-е годы воздух тоже был у турок. Соответственно, ты делал выводы, на открытом пространстве не подставлялся. И все, то же самое. У меня ни одного и потери нет от воздушных каких-то аппаратов, пилотируемых или нет. По одной простой причине. Мы учитывали, руководство нашего батальона учитывало, что воздух у них в руках. Ну, как бы они ласствуют воздухом. Поэтому, когда нас поселили в расположение 105-го полка, мы в течение полутора дней пятью джипами перевезли весь батальон в 30 километрах в рассредоточенное место на территорию, которая принадлежит лично мне и нашей организации. Там полтора гектара моей собственности было. Значит, покинутое село с полуразрушенными домами и 20 гектаров в долгосрочной аренде нашей организации было. И вот туда мы перевезли, рассредоточили всех. Не в одну казарму собрали, а рассредоточили по этим брошенным домам по пять человек, по десять. Максимальный камуфляж. Даже когда наши машины на дорогах стояли, там три, четыре, пять машин. Это ничего противнику не давало, если бы он ударил по пустой машине. Снаряд стоит дороже, чем эта машина. Смысла просто нет. То есть максимальное камуфлирование от воздушного наблюдения и воздушного удара приводило к тому, что мы были атакованы с воздуха два раза. Две машины, но ни одной потери. Две машины, которые курсировали между нашей базой в Карвачаре, нашими позициями в Карвачаре и Ириланом. Без потерь при том. Гадрут, насколько мне известно, он был сдан. Просто сдан. По той причине, что там никто не воевал. Было многовластие. Административная власть Арцаха с одной стороны давала одно указание, военное правительство, руководство армии обороны Арцаха, другие приказы, местное командование, значит Гадрутская дивизия. Другие приказы. С ПН приходили. Паш Паунцян на Харатю от Министерства обороны Армении. Другие приказы, плюс политическое руководство в Армении, тоже, возможно, вмешивалось в тактические какие-то действия. Вот это было даже не без власти, а многовластие. Скорее всего, многоголовость привела к такому явлению, которая описывается в басне Крылова «Лебедь, Рак, Щелка», по-моему, да. В разную сторону тянули, и, естественно, оборону в таких условиях, при таких условиях руководства организовать было невозможно. В Шуше происходило другое. Там воевали. Тоже было, значит, не все хорошо с общим руководством, но, тем не менее, там воевали, там было сопротивление, там, значит, были подразделения, которые готовы были войти. В общем, это не военное поражение, это чисто политическое. Скорее всего, надавили на руководство Армении, скорее всего, припугнули его. Возможно, припугнули нашего премьер-министра не только событием входа в Шушу, возможно, обманули, дезинформировали его, что в Шушу турки не вошли, а в Шушу взяли. Это разные вещи. А, возможно, его незнание военного дела привело к тому, что он вошли в Шушу, понял, как взяли Шушу. Соответственно, Шуша там властвует над ближайшими населенными пунктами, и это могло припугнуть первое лицо Армении. Дальше можно еще об одном факте сказать, что, скорее всего, не было нормальных консультантов при руководстве Армении. Я имею в виду военных консультантов, обижаются люди, не обижаются, мне все равно. Нужно делать выводы. Военные консультанты, скорее всего, или не догадались о том, что осень, возможно, они перепутали календарь и думали, что это жаркий июль, или не догадались, что осень, или не могли вспомнить такой год, когда осенью уйдут дожди. Потому, что, вот, на этих коррунтовых дорогах в горно-лесистой местности снабжать шушу, значит, в грязи, на этих дорогах, это просто невозможно. Если спецназовец как-нибудь, да, проберется, сам, будучи, значит, спецназовцем, я, бог знает, куда только не пробирался. Ладно, они пробрались этим батальоном спецназовским, еще каким-то подкреплением, усилением, но снабжать эти войска обыкновенными, значит, патронами и гранатами, ну, просто невозможно. Значит, на таких уклонах, даже не в дождь, а в туман, когда все сыро, и почва начинает, значит, проникаться влагой. Через полтора дня покрыл туман всю эту территорию, еще через полдня пошли дожди после заключения вот этого соглашения фактически о капитуляции армянских вооруженных сил. Кто-то там недомыслил, кто-то там не понял, не посоветовался с нашим любимым Суриняном, главой метеослужбы Армении. У меня пять машин с очень хорошими покрышками, потому что при перевозке личного состава, как я ранее упоминал, с расположения полка 105-го на другое место, значит, мы порезали все свои покрышки на грунтовых дорогах, на острых камнях. И мы приобрели новые резиновые с очень огромным протектором покрышки для всех наших машин, личных машин, которые использовала наша организация или батальон наш добровольческий. И вот эти протекторы по 4,5-5 сантиметров буквально за одну-две минуты превращались в такие катки или круглые какие-то формы принимала, которые более похожи на колеса поезда или метро. И единственная машина, которая добиралась до позиции у нас примерно 11-го числа вечером, это были старые советские луазики, малюсенькие. Наверное, во всех вооруженных силах Армении почему-то только я догадался, что могут быть дожди, а бывший автомобиль переднего края, как он создавался, луаз, единственный, который может работать на переднем крае в условиях горно-лесистой или горной местности во время дождей. И вот только я мог почему-то снабжать свою передовую при помощи вот этих луазиков. Кто-то недомыслил и первому лицу не доложил о том, что идет, скоро пойдет дождь. Кто-то недомыслил, недопонял или был некомпетентен и не смог первому лицу подписывающий, это унизительное соглашение, значит, кто-то ему не доложил о том, что невозможно снабжать шушинскую группировку едой, патронами да всем чем угодно. Вспомните Сталинград. Его, наверное, Сталинградом припугнули, забыв сказать, что сталинградская группировка была группировка оккупантов. А мы вот в Тагаварте, фактически находясь в окружении, у нас, значит, где-то семь с половиной километров фронт был у нашего батальона и только двести пятьдесят триста метров проход к красному базару, где наши еще два взвода там стояли. И тем не менее мы никогда не голодали, потому что мы не были оккупантами, мы не сжигали эти дома, подвалы были полны еды, местное население, которое до нашего подхода, значит, было вынуждено покинуть, фактически убежало с этих территорий, они по одному, по два возвращались, говорили, используйте все, что угодно, лишь бы сохраните село, еда в вашем распоряжении, любые инструменты, все, что угодно делайте, только дома не ломайте. И мы, естественно, не перебаршивая, более или менее пользовались их едой, пользовались их инструментами, топили бани, личный состав, наверное, один из немногих у нас, кто мог себе позволить купаться. Если все сделать правильно, мы могли, вот даже в условиях окружения, хотя окружение было невозможным, кто-то не сообщил о том, что когда Никол Пашинян в ресторане в Карвачаре ел со своей семьей вкусный обед, не сказал, наверное, ему, что это тоже дорога, связывающая Арцах с остальной частью Армении. Ему, наверное, было страшно потерять весь Арцах, который окажется в окружении, если буквально через 15 километров продвинется турки 15 километров и возьмут Лачинский перешейк. Но то, что после Лачинского перешейка придется переться в трехтысячные горы, три километра и более, и брать еще и Карвачар, по которой проходит хорошо обустроенная дорога, это, наверное, тоже нашему первому лицу не сообщили. Мы часто говорим о коррупции, подразумевая только взятку. А коррупция это и когда ты своих родственников, которые только-только там вылупляются из яйца, ставишь на какие-то должности. Вот это трайбализм, некомпетентность, все это привело к тому, что мы оказались в определенном круглом месте. Не будем говорить это круглое место, как называется. Это у нас очень разный подход к местности, на которой мы совместно когда-то проживали, до этого только мы проживали, сейчас только они проживают. У нас различный подход, у нас ментальность разная, у нас мы на острие столкновений цивилизации, оседлой цивилизации и отпочковавшаяся от оседлой цивилизации кочевой цивилизации. То есть вот подходы у нас, менталитет, а менталитет он тысячелетиями вырабатывается, диаметрально противоположны, как мы относимся к земле, к жизни, к ближайшим друзьям, к семье. Наши подходы это священная книга Армянина, которая не стала Библией, потому что христианство у нас возобладало. А у них сказки Коркука, которые не стали священной книгой или Кораном, потому что мусульманство там возобладало. Если вы знаете про Деде Коркука, это типичный кочевник, типичный, который может бросить семью, вспомните того же Чингисхана, который ни в одном глазу, даже чуть-чуть не сомневался, что он проступает правильно, никто его в этом не обвиняет, когда он свою молодую жену, свою всю семью оставляет и на лошади отходит там в степь, когда меркиты взяли его стойбище, потому что знает, что там окрепнет, вернется, победит всех или не победит. У нас так не бывает. Мы не можем себе позволить бросить землю, на которой живет твоя семья, убежать, потом вернуться, я уж не говорю, взять забеременевшую от врага жену в себе дом и усыновить ребенка. Мы очень отличаемся. И чтобы мы друг друга перестали ненавидеть, должна быть какая-то власть, скажем, той же Москвы, которая заставит нас совместно проживать и не убивать друг друга или не скалиться друг на друга. Москве это уже не дано по одной простой причине. Там даже за своей подписью следить не могут. Сейчас игнорируется подпись господина Путина, самого крутого парня России последних 50 лет. Бумажка, под которой он подписался, это не документ, это бумажка, которая может использоваться где угодно. Там черным по белому написано «меняем всех на всех». А сейчас мы знаем, что более 100 фактически заложников, то есть военнопленных, которые уроки используют как заложников, не могут вернуться к своим домам в силу различных сказок, которые напридумывает любая пропагандистская машина любого государства. Конкретно турки говорят, что они незаконны и так далее. Находились на территории Азербайджана, значит, они террористы. Да как угодно их называй. В бумажке написано «всех на всех». Вот господин Путин, представитель и руководитель Кремля, под ней подписался, понимаете, а эту бумажку используют в другом месте, не по тому назначению. Как может он нас заставить жить мирно, если он сам себя возможно не уважает, а точно позволяет себя не уважать со стороны очень малого государства, когда-то бывшей частью митрополии российской. Мы должны войти в Баку, заставить тюрок при Каспии жить в конфедеративно устроенном государстве по имени Азербайджан или значит восточное Прикурье то есть восточный берег Куры или значит восточный Южный Кавказ как хочешь называть неправильно называть Азербайджаном вспомните Македонию Гриция до сих пор не успокоилась то же самое скорее всего Иран никогда не успокоится когда вот придуманное название используется значит в каких-то определенных целях вот это конфедерация в которой возможно даже может и Арцах участвовать где каждая значит нация или каждый народ который там проживает и хочет самоопределиться так или иначе будет иметь свои кантоны один два или десять где будет Талышстан входить туда Арцах будет входить что-то такое там Лизгистан Таваристан от Ирана мы отделяться особо не будем потому что мы уже как минимум две с половиной тысячи лет чуть поболее соседствуем очень часто они значит гегемонят над Арменией это было и до нашей эры и после нашей эры и до мусульманских период мусульманских но никогда они будучи носителями значит оседлого менталитета не были такими зверьми по отношению к армянам как османы и озеры а с османами вопрос остается открытым нужно быть настолько хорошо подготовленным в будущем настолько богатым государством богатым и сильным что при определенном раскладе вернуть Армению значит в то состояние когда она называлась соседями великой соседи нас так называли а не мы мы называли Гайк просто Армения соседи нас называли великой армией вот чтобы в это состояние вернуться в том или ином виде нужно быть богатым сильным государством я думаю что я боксерская перчатка своего народа я волкодав я не пастух возможно я ошибаюсь но я всегда так думал с детских лет и продолжаю думать так и поэтому когда я считал большой родиной Советский Союз я всячески пытался быть полезным своей большой родине а когда понял что моя родина нет это только родина армян Армения я продолжал быть то есть перестал быть волкодавом для советских граждан для Советского СССР стал волкодавом для жителей Армении и моих собратьев которые в силу различных причин разбросаны по всему миру когда меня в 98 году мой бывший товарищ и начальник Вазген Сарксиан уволил из армии рожаловав до рядового за то что я воров ворами называл и не позволял чтобы они воровали на той территории где я военно начальствующий я был страшно возмущен потом впал в депрессию пил много ну потом очнулся очнулся и стал работать сначала над собой пытался освоить какую-нибудь гражданскую специальность кроме той которой обучался которая мне противна юриспруденция военному делу значит путь был заказом мне потому что Вазген полусвятой он меня как бы разжаловал сам сам же через год он на встрече с Кюрх Галмажевым была конференция с диаспорой в 99 году и там я значит прошел случайно с ним встретился не хотел вообще с ним общаться но он сказал в общем тот экзамен ты прошел пока туда-сюда я пошел там с китайцами он куда-то ездил китайской делегации а потом его убили Вазген Сарксян все равно не был тем человеком который должен быть во главе государства но он был очень патриотичен а будучи патриотичным среди этих акул соседей имею ввиду ближних и дальних нужно быть очень хитрым тоже а он очень прямолинейный человек он сильный но прямолинейный между прочим Роберт Кочарян тоже такой с хитрецой но прямолинейный политика грязное дело да нет внешняя политика грязное дело а когда грязно ведут политику внутри это грязные люди это делают а никого не обвиняют в грязности помыслов или поступков когда человек грязен во внешней политике это нормально пословица должна быть у наших лидеров дурса сатана нерса каана то есть за домом за территорией дома или за территорией родины ты должен быть сатаной дьяволом для всех а внутри ты должен быть священником отцом вазген сарксиан смог бы быть сатаной для окружающих но эти методы не прошли бы очень сильные игроки от нас окружают и точно он не был бы жильцом если бы он был приспособленцем и поддакивал бы все подписывал бы он бы жил но он не смог бы быть таким он не смог бы а должен быть аферистом там и честным со своим народом во внешней политике среди этих акул после наших гениального значит поступка в течение примерно тысячи лет когда мы все мельчали мельчали по-другому нельзя ты должен быть очень хитрым человеком очень неоднозначным человеком для внешней политики панцы аферистом как тоже неоднозначным какой познаком его все неоднозначным но подгон 信